Степан Геннадьевич, о вас ведь ходят легенды, что вы предсказали нынешнее падение цен на нефть, падение, соответственно, рубля, в то время как большинство экспертов российских и чиновников все это застало врасплох. Как вы объясняете свой вот этот прогностический талант? Это интуиция, это опыт? Да нет, никакого таланта здесь нет, никакой интуиции нет, просто надо понимать, как работают рынки и экономика, существует инструментарий для анализа рынка, называется это инструментарий волны Иллиота, работают они прекрасно, как я уже, скажем так, демонстрирую, наверное, с середины 2000-х годов человек, который не только что пропагандирует, а использует их давно и делает на этом очень большие деньги. Причем, он официально подтвержден результат, это Роберт Пректер, он их использует, эту теорию использует, наверное, с конца 70-х годов. В чем эта теория заключается, расскажите, пожалуйста. Теория, грубо говоря, это теория поведения толпы, вот как ведет себя толпа, так называемая социодинамика, что толпе свойственны заблуждения или мании, скажем так, что рынки абсолютно с точки зрения толпы нелогичны. Ну что же, у нас современная экономика построена на том, что все инвесторы являются рациональными объектами, то есть все их действия рациональны, исходя из той информации, которую они обладают, не принимают рациональные решения. Так вот, толпа или экономические агенты ведут себя иррационально, и поэтому вся современная экономика, ну это такая смешная, писательная наука, об иррациональном поведении толпы. Много говорили австрийцы, это фон Мизес и фон Хаек, и они использовали это в своих теориях экономических, теории бизнес-цикла. Все это давно используется, но это, скажем так, поскольку это в современной экономике абсолютно не кошерные вещи, разумеется, ими никто не занимается, и они находятся под табу, табуированы в современной экономике. Как это все накладывается на нынешнюю ситуацию на нефтяном рынке? Ну как, очень просто накладывается. Там были цели в 114 у LightSuite, после этого первые цели были 85-86, дальше 72, дальше 64, ну а дальше 51. Вот мы по этим целям и идет движение. Начинали мы с движения, кстати, когда по нефти было 96% быков, то есть 96% инвесторов считали, что нефть будет только расти. Сейчас ситуация прямо противоположная, по нефти у нас всего лишь 5% быков, то есть 95% инвесторов или участников рынка считают, что нефть будет падать дальше. Это значит, что нефть близка к существенным краткосрочным низам, и нас ждут высокие промки по нефти, там 120-122 по LightSuite для начала. То есть иррациональная толпа как бы давит эту нефть вниз? Конечно, понимаете, ведь все под конец тренда всегда стоят в одну сторону. То есть сейчас, если говорить просто и упрощенно, продавать нефть больше некому, остались покупатели. Соответственно, рынок развернется. А уж как там будут его объяснять эксперты, экономисты и все остальные, ну это называют сказочки Андерсона. А что касается рубля, ну вот есть самые пессимистичные прогнозы. Наверное, вы видели в эфире канала «Дождь», и даже ведущего программы совершенно ввел в полный ступор управляющий директор компании «Финам» Николай Салабута, который так равнодушно, хладнокровно сказал, что к марту доллар будет стоить 200 рублей. Поддержите его прогноз? Ну, трудно сказать. 200 пока цель не стоит. Да, единственное, что я могу сказать, что у рубля дна нет. По, в общем, и техническим, и фундаментальным причинам. У рубля, как у валюты, дна нет. И сейчас, в общем, рубль пошел в свой последний путь. Конечно, будут коррекции существенные, там по 7, по 10 рублей за доллар, но направление глобальное у этого тренда только вниз, по рублю. Что касается 200, ну, я шучу по-другому, у меня другая такая шутка, ну, все опять крутят у виска, что мы можем спокойно увидеть ситуацию, когда и нефть 150, и рубль 150. Причина очень простая, что рынок нефтесервисных услуг, а это обслуживание, добывающих скважин, георазведка, бурение, разведочное бурение. В России занимает порядка 80%, это было 4 компаний крупных, сейчас Халибертон купил Хьюз, осталось практически 3. Вот Халибертон, Хьюз, ну, теперь уже Халибертон и Шлюмберже, они занимают 80% рынка, они под санкциями. С начала года они под санкциями, и уже тут горячее обсуждение в правительстве российском, что они будут делать с своими производственными мощностями, продавать их, закрывать, тому подобное. Так вот, просто начнется резкое сокращение объемов добычи и, соответственно, экспорта нефти. Поэтому нефть может стоить 150, а поступление валютных в бюджет и в страну будет значительно меньше. Ну, разумеется, под этим соусом, так называемая инвестиционная идея, как у нас любим говорить, начнется рост нефти. Как же, ведь предложение на рынке нефти начнет сокращаться со стороны России в силу вот этих причин. Соответственно, мы увидим, можем увидеть и рост нефти, и падение рубля дальнейшее. Сейчас, вы знаете, расшаривают в социальных сетях старые ссылки на предсказания аналитиков, сделанные, ну, не очень старые, сделанные всего 11 месяцев назад, и эти эксперты говорили россиянам, что не нужно покупать доллар за 35 рублей тогдашний курс, потому что рубль будет непременно расти и расти. Что делать вот тем обывателям, которые поверили тогда этим прогнозам, не стали ничего покупать, и до сих пор колеблются, и не знают менять или ждать, когда рубль вырастет, или что вообще? Ну, смотрите, у обывателя судьба, на самом деле, незавидная, поскольку более 90% участников рынка проигрывает деньги. Поэтому, что бы обыватель ни делал, он деньги рано или поздно проиграет. По одной простой причине, вот даже если сейчас объяснить обывателю, попытаться, что вот у рубля нет на покупай доллары и не обращай внимания на коррекции по рублю, то есть временное укрепление рубля. Он, может быть, пойдет и купит доллары, но потом, когда, скажем, рубль укрепится на 5-7 рублей к доллару, он, скажем так, обматерит давшего этот совет и пойдет, сдаст свои доллары на 7 долларов дешевле. Ну и, разумеется, после этого курс развернется, и рубль снова падает. Поэтому совет людям тут давать бесполезно, на самом деле. Они все равно сделают все наоборот. Ну, вы знаете, что Путин в своем обращении грозил валютным спекулянтам и, видимо, рассчитывал как-то остановить падение рубля. И, естественно, получил обратный эффект. Прямо во время своего выступления рубль тут же пополз вниз. Верная реакция рынка? Да нет, ну, понимаете, ну, это было ясно, что во время, вот я даже в начале недели в блоге написал, посмеялся, говорю, так, где Набиулина? Она либо заснула за штурвалом, либо ей давно не били по голове веслом, она раскачивает лодку. Ну, разумеется, вышел ЦБ, начал делать какие-то интервенции, чтобы стабилизировать курс. Как раз к моменту начала выступления Путина, если уж так, в технический анализ торговой вещи вдаваться, то рубль падал, да, началась коррекция по рублю, коррекция практически уже себя исчерпала, стояли дивергенции на пятиминутных графиках. И, в общем, рубль должен был начать очередное такое небольшое слабое, что и произошло. И выступление Путина, ну, скажем так, совпали события, бывает. Вы знаете, что сейчас даже почти всерьез, или, может, вообще всерьез, некоторые депутаты в Думе предлагают провести деноминацию рубля только ради психологического эффекта, чтобы евро был не 60 рублей, а 6. Кажется, что это признак полной паники, да? Вы знаете, я бы, на самом деле, не стал бы рассматривать заявление госдурки, я называю не госдура, а госдурка, да, потому что их заявления и инициатива, они были бы смешны, если бы не были так страшны, да. Серьезно рассматривать их заявления, либо выступления там президента, либо кого-то еще, потому что, на мой взгляд, они все работают в основном на внутренний рынок, на внутренние потребители, да, на так называемый великий гусский мир. И носят, скажем так, такой, не то чтобы несерьезный, а балабольский характер. Ну, позаявляли, позаявляли, все равно ничего не сделают, либо сделать все наоборот. Примеров тому огромная масса. Что взять? Обещание не повышения налогов на малый и средний бизнес, которые были и год, и два назад. Поэтому это все равно, что пойти в дур, да, в дурдом, и серьезно анализировать заявления обитателей. Это тоже самое, на мой взгляд. Они ничего не означают, понимаете, да, это выглядит нелепо со стороны, над этим можно смеяться. Но если вы на минутку задумаетесь, что это так называемые народные избранники, и что это законодательная ветвь правительства, да, законодательная ветвь, то становится очень грустно. Поэтому я стараюсь на них внимание обращать. А что касается заявления бывшего премьера, а ныне главы службы внешней разведки, Фродкова, который сказал, что это все действия каких-то темных сил на Западе, обрушения рубля, и Соединенных Штатов, инвестиционных фондов, которые специально занимаются спекуляциями, чтобы рубль обрушить, это тоже заявление из дурдома? Нет, здесь не столько из дурдома, просто Фродкова хотелось бы немножко еще огорчить тем, что крупные игроки, крупные спекулянты еще не начали выходить из рубля. По одной простой причине, что если, скажем так, основной удар по рублю со стороны презренных спекулянтов в 2008-2009 году пришелся как раз со стороны фондов, которые инвестировали в российские акции, в российские акции там был мощнейший отток, по-моему, полтора миллиарда ушло, был мощный удар. То сейчас основной удар придется, и он только вот начинает, скажем так, раскочегариваться, эти презренные спекулянты, со стороны фондов, инвестировавших в рублевые облигации, которые занимались керритом. То есть брали дешевые деньги на Западе в валюте, под низкую процентную ставку, конвертировали их в рубли, покупали государственные корпоративные облигации рублевые, ну и, соответственно, на эти вот 2%, как говорят у нас здесь новые крутые, и жили. Сейчас, сейчас, значит, по моим оценкам и по оценкам ЦБ, таких инвестиционных денег или портфельных инвестиций порядка 60-65 миллиардов долларов. Это первое. Второе, нужно понимать различия психологии между фондами и управляющими, которые инвестируют в облигации, в акции. Для управляющих облигационными фондами, скажем, просадка в 10 или 15 процентов, это уже смерти подобно. У них начинается, у них начинается просто нервный тик. Так вот, если мы возьмем динамику облигаций рублевых, ну, корпоративных голубых фишек и государственных облигаций, и наложим на эту динамику потери, то есть рублевый риск, то есть потери, потому что у них валюта-баланс, это либо доллар, либо евро, то мы обнаружим очень неприоративно, что даже с накопленным доходом там за последние 2 года, они сейчас пересекли где-то черту, может быть, в 15-20 процентов просадки. То есть сейчас начнется массовый выход из рублевых облигаций, он только-только начинается. А у ЦБ, у ЦБ, денег на поддержание курса рубля, вот, по моим оценкам, где-то от 30 до 60 миллиардов долларов всего, по другим оценкам там тоже получает от 40 до 100, то есть валюты на поддержание рубля нет. И вот это действительно будет мощнейший удар со стороны так называемых презренных спекулянтов. А этот удар еще не начинался. А может быть такой удар с другой стороны реален ли он, как отключение Свифта? Вы знаете, может быть, заявление главы Андрея Костина, который сказал, что это вообще будет означать объявление войны, посол Соединенных Штатов России должен будет покинуть страну в тот же день. То есть предчувствие такой санкции вполне серьезно. Решится ли Запад на это, как вы думаете? Трудно сказать. Вопрос в том, какие его цели сейчас преследует Запад, потому что я здесь ничего не буду придумывать. Это я оставлю, скажем так, артистам разговорного жанра, всяким политологам, болтологам, экспертам. А я просто, знаете, у меня такая дурная привычка читать Бжезинского, колонки Бжезинского выступления. Благо я 12 лет прожил в Штатах, хорошо знаю английский, даже с Бжезинским пару раз встречался случайно на университетских корпоративах. В самом начале происходящего он писал, что необходимо западные лидеры, им необходимо дать понять господину Путину и его ближайшему окружению, что цена за их действия для них лично будет очень высока. Ну, действительно, сначала появился список ближайшего круга Путина, попавших под санкции. Там полетел Фиртыш, тут же его быстро взяли, скрутили. Сейчас, судя по всему, он начал давать показания, надеясь сделать сделку со следствием, с ФБР. Но на них-то не подействовало, никакого изменения во внешней политике и политике по отношению к Украине не последовало. Бжезинский потом был немного разочарован и написал, что единственное, что еще поддерживает Путина на его курсе, это всенародная любовь. Ну, значит, будем бить по народу. И вот дальше уже пошли мощнейшие санкции, которые бьют не по кругу Путина, а по экономике в целом. Это и отрезание всех западных рынков капитала, это и работа с китайцами, которая была очень успешной, чтобы они тоже, хотя бы, если не присоединились к санкциям, то не нарушали их. А это и работа с европейцами, потому что, чего греха таить, европейцы, они такие ни рыба, ни мясо. Только сейчас они, наверное, скочегарились. Американцы, по-своему, очень популярно и доходчиво объяснили, с чем они имеют дело. Но для этого нужно время, да. И вот только сейчас появляется некая, скажем так, уверенность, что санкции действительно работают. Они еще не привели к изменению курса Путина. Ну, скажем так, они чуть-чуть притормозили эскалацию ситуации, но пока ничего не поменяли. Что будет следующим шагом? Ну, хорошо, но включаете вы, скажем, Россию от системы SWIFT. Это будет такой очень быстрый, болезненный удар. Как в свое время такой удар был нанесен по Ирану. Ну, не смертельный. Потому что, на мой взгляд, западные стратеги, ну, там их нет практически, на мой взгляд, за сущением Бжезинского, они недооценивают то, что происходит в России, недооценивают тот уровень манипуляции общественным мнением и сознанием, которое здесь происходит. Это все будет легко объяснено народу, как кознями проклятого Запада, который ненавидит великий русский мир за его высокую духовность. Ну, что-нибудь такое там будет на Первом канале. Поэтому это тоже, наверное, не приведет к изменению внешнеполитического курса Путина. А вот, скажем так, постепенное усиление существующих санкций, как усиление санкций в основном в области добычи, разведки ископаемых, банковского сектора, оно рано или поздно приведет к желаемым результатам, потому что, на мой взгляд, связь между дилятором и холодильником установить невозможно. Ну, вы знаете, что российские бизнесмены в большинстве своем, в общем, сейчас в бешенстве, да, и в ресторане Пушкин сейчас разговоры такие, как на каком-нибудь собрании движения «Солидарность» 4 года назад. Может ли бизнес, которого Крым разорил, да, или разоряет сейчас, привести к бунту богатых против чиновников, к бунту против Путина? Или это совершенно нереальный сценарий? Настолько все, во-первых, коррумпированы, повязаны, и на них, на всех практически есть папки, и потом они жутко трусливы. Да, они могут там говорить что-то, но когда доходят до дела, они ни на что не способны. Это не тот контингент, который способен что-либо сделать и изменить ситуацию. Моя личная точка зрения. Есть такая любопытная версия, ее высказывал вот в нашем эфире американский финансовый аналитик Виталий Кацанельсон, что украинская авантюра Кремля была вообще затеяна из-за того, что Путин ощущал грядущую экономическую катастрофу и падение цен на нефть, и решил таким образом отвлечь внимание. Слишком красиво звучит или может быть правдой? Вы знаете, это слишком красиво звучит, даже не столько красиво звучит, просто большинство экспертов, аналитиков и вообще политиков вот сейчас, я думаю, они просто отказываются признаться себе в одном простом факте. Что из себя представляет система управления в России? Вот страны как такого целостного организма, где существует система управления, там называют вертикаль власти, кто-то еще говорит о каком-то политбюро 2, ничего подобного, с тем управлением называют ДГА. Дураки, глупцы, абсурд. Дураки дают приказы, глупцы их выполняют, что получают на выходе абсурд, полный абсурд. Никакой стратегии, никакой стратегии у Путина не было и нет. Вся его тактика, она очень простая, свойство к следующему. Что-то сделать, посмотреть на реакцию. Если получил очень больно, идем в другом направлении. Если вроде как больно, но не так сильно ударили, ну что ж, будем давить дальше в этом направлении. Вот и все. А какие-то там умозаключения, которые длятся больше, чем полхода, это не его конек и не конек его окружения, на мой взгляд. Поэтому, скорее всего, Крым, он планировался, может быть, и раньше, потому что Кремле не воспринимают Украину как некую, скажем так, зависимую страну или жизнеспособную страну. Потому что, например, знамена так называемой Недороссии, да, или, я называю, Лугандонии, они были засвечены еще на всяких сходках там и на Валдае, и на Селегере. Они еще были засвечены и в 2011-2012 году. Поэтому какая-то часть этого готовилась. Ну, аннексия или оккупация Крыма, я думаю, это было спонтанное решение Путина, потому что только что слетел абсолютно аналогичный ему режим. Просто один в один аналогичный режим путинства. Слетел буквально без крови за какие-то два месяца. Что нужно делать? Ну, когда такая жопа в стране, значит, нужно говорить о чем? Нужно говорить о патриотизме, что мы великие, что мы встаем с колен. Ну, и, разумеется, пока есть хлеб и зрелищ, нужно подкинуть народу очередное зрелище. Ну, вот и подкинули. Что случилось с рейтингом Путина? Он ушел в небеса. Поэтому этот тактический ход сработал. Я думаю, на это и рассчитывалось. Хотя последствия, я думаю, они абсолютно не просчитывали. Потому что Грузия им сошла с рук, но они думали, что и Крым сойдет с рук. И если бы сюда не вмешались американцы, если бы Путин не полез на восток Украины, я думаю, что европейцы Крым бы ему тоже простили. Так бы побузили, побузили, но Крым бы простили. Но все зашло слишком далеко. Вот мы говорили о том, что делать обывателям, которые побоялись менять рубли. А что делать людям, ну, так скажем, мыслящим? Я вот вижу по своим знакомым, люди, даже не помышлявшие еще недавно об эмиграции, сейчас вообще-то ни о чем другом не говорят. Я знаю, что и вы советовали в ваших публичных выступлениях покидать Россию, да? Да. Просто другого пути в данный момент я не вижу. Я говорил даже следующее раньше, что если к концу 2014 года в России не начнутся погромы, то я из страны уезжаю. Они не начались, а народ спокойно схавал опять вот это приготовленное блюдо кремлевскими пропагандистами. И у меня создается такое впечатление, что, в общем-то, страна не то чтобы обречена, но она близка к прохождению некой точки невозврата, после которой она перестанет быть страной, которая есть какое-либо будущее. Ну вот вы упоминали уже Иран. Там похожая ситуация. И санкции широчайшие. Свифт отключали. И, тем не менее, иранская революция, на которую Запад возлагал большие надежды, захлебнулась. Власть не сменилась. Сейчас санкции потихоньку снимают. Какая-то, так сказать, опять вот такая вот стабильность на долгие годы устанавливается. Может ли и в России вот так же все это закончится иранским вариантом? Или это нельзя сравнивать? Нет, почему? Можно. Только, понимаете, у уранцев был еще такой небольшой запас прочности, если хотите, идеологический запас прочности. Да, они все-таки такие упоротые мусульмане. Но в России же вот этого запаса прочности нет. В России есть единственный сейчас запас прочности с идеологической точки зрения. Это то, что значительная часть населения вдруг объединилась против общего врага. У нас народ почему-то всегда объединяется против врага. Просто так что-то сделать, хорошее объединиться, что-то сделать полезно для страны не получается. Вот с врагом, да, есть враг, мы сейчас объединимся. Причем враг выбран очень удачно, как всегда. Он где-то там далеко, он большой и страшный. И вот его действия можно видеть, можно сказать, на своем холодильнике. Но он далеко такой непонятный. И все, понимаете, других что ли идеологических скреп нет. Идеология в стране отсутствует напрочь. Ее нет. У страны нет государственной идеологии. Поэтому весь вопрос в том, насколько длительно, как вы правильно сказали, и глубоки будут санкции. Потому что в Иране, вот за счет, на мой взгляд, этого идеологического запаса прочности, не произошло, скажем так, схлопывание, что ли, институтов власти и социальных институтов. В Иране, на самом деле, коррупция, ну, не самая, скажем так, страшная и большая в мире. В России же, еще раз, системы управления нет. Она сводится к ДГА. Дураки, глупцы, абсурд. Коррупция повсеместна. Коррупция, она просто поразила, как рак государства, государственную машину, и она уже ни на что не способна. Расслоение по доходам жутчайшее. Поэтому, в принципе, в России создана руками Путина за последние, там, скажем, 10 лет, создана революционная ситуация. То есть, когда низы не хотят, верхи не могут. Более того, в России нет никаких практически политических свобод. Поэтому, как правильно заметил тот же Путин, в Майдан в России невозможен. Я с ним согласен. Да, Майдан, то есть, такая бескровная, что ли, революция, она здесь невозможна. Поскольку, посмотрите на все эти цветные революции, то они происходили, в общем-то, в странах, были удачными. Где были относительно политические свободы, где действительно была не смешная, не кремлевская оппозиция и тому подобное. Где-то они приносили свои результаты, где-то нет. То есть, если здесь невозможен Майдан, то здесь будет Тахрир. Он случится рано или поздно, потому что революционная ситуация в стране есть, и она только усугубляется. И санкции, еще раз, на мой взгляд, санкции не есть причина, или первая причина, и ухудшения экономической ситуации, и всего того, что происходит. Все, на самом деле, экономика начала сыпаться еще в 2012 году. Рубль бы, если бы он не упал в 2014 году, он бы упал в 2015 году. Просто у каждой системы есть пределы точности, и есть пределы износа, когда она начинает ломаться и разрушаться. На мой взгляд, эти пределы в России уже пройдены, и санкции всего лишь не то, чтобы даже ускорили процесс, а они подсветили всю угрозливость государственной машины, государственной структуры, которая есть в России. Вот и все. Поэтому мирного пути здесь не будет, к сожалению. Продолжение следует...